Ваше продающее видео состоит из начала и конца. И у нас есть середина. Тут мы пишем контент. И вот развязка, она бывает очень разной, в зависимости от вашей тематики. Например, да, вы, в принципе, в продающем ролике можете использовать эффект детектива. Что это значит, да, вот бывает такой момент, что в начале там, да, вся развязка, либо концовка всего, она в начале, а потом, как это было там, типа, 7 лет назад. Ну и погнали там, почему это получилось, да. То же самое, многие продающие ролики, они, в принципе, работают по такому принципу. Как бы это, как бы это звучало бы в нашем формате. То есть мы говорим, здравствуйте, друзья, в этом видео за три минуты я дам вам пять шагов, как вы получите продающее видео. Смотрите и подписывайтесь, да. Это начало, завлекуха. Потом контент. То есть эти самые шаги, да, и концовка. Спасибо большое за внимание, что пришли. Я надеюсь, что вы поняли, как делать продающее видео. Пла-пла-пла-пла-пла-пла. Это конец. Вот это базис, да. Но многие из вас, многие и я в том числе, мы, знаете, что пытаемся делать? Мы пытаемся снимать продающее видео для всех. Ну, для всех. Почему? Потому что мы даже не представляем, что есть разного рода целевые аудитории. И для разной целевой аудитории нужен свой контент. Достучаться к бабушке, которая привыкла смотреть новости, надо по одному. Ну, допустим, если вы продаете семена или у вас огородный, там, или кулинарный канал. Достучаться к молодым людям надо по-другому. Достучаться к женщине, мамочке в декрете надо в третьем формате. А вы даже не понимаете, кто ваша целевая аудитория. И даже вот такой вот начало, конец и контент вы не можете разбить. А там все по-разному. Потому что в принципе, по большому счету, у нас, мы должны понимать, что они хотят. Что ваш зритель хочет получить после просмотра вашего ролика. Полезный контент, интересный контент. Какой-то контент, который будет отвечать на его вопрос. То есть, пока вы не задаете себе этот вопрос, вы делаете просто целую гору различного мусора, который считаете почему-то видеороликами. Понимаете? Почему? Потому что вы пытаетесь угадать. Угадать, что хочет. Например, давайте, чтобы вам было на примере. Вот, Катя, что мужчины хотят, когда они покупают джинсы. Ну, джинсы по стране. Интересно, почему вопрос ко мне, а не к мужчинам. Ну, как ты думаешь? Ну, я думаю, они хотят одежду, в которую можно пойти куда угодно. Потому что это и формат для офиса, и формат для поехать на дачу, и формат для города пройтись. А еще что? Ну, и все. А выглядеть хорошо не хотят? Ну, хорошо выглядите джинсы, но, в моем понимании, хорошо выглядеть – это костюм. А ты смотрела, когда мужчины покупают джинсы, они все время смотрят на попу, на свои ягодицы. Ну, это уже надо не джинсы формировать. Нет, ну, просто, если зная, понимаете, зная, на что обращают внимание мужчины, а вы обратите внимание, вы когда, ну, мужчины, это так вот, я беру там 16-25, да, они все смотрят на ягодицы, на свои, то есть вот зеркало, да, там, ни на длину, ни на клёш, там, ни на стрэндж, ни на что. Они смотрят, как хорошо попа, да, потому что у них, ну, у нас есть подсознание, что девушки смотрят на мужские ягодицы, там, да, в этом формате. Зная такой банальный пример, условно, да, мы можем уже, что акцентировать, снимая ролик, да, мы поможем выбрать себе джинсы, в которых ты будешь мачо. Ну, вот это работает, да. А если мы скажем, мы поможем тебе выбрать джинсы, в которых ты будешь везде и хорошо, ну, тебе будет хорошо, там, и в роже, и в машине, ну, мне, в принципе, у любых, что она хорошо. Ну, понимаете? То есть вот поменяли чуть-чуть, и мы уже знаем, да, как это работает. То же самое, когда мы не знаем, то есть мы пытаемся додумать, что надо, ну, логикой. А логика, почему, к тебе вопрос, потому что, в принципе, мужчины не знают, да, вот, как бы, в этом формате. А женщины, они додумывают логикой, ну, что, ну, для чего, ну, чтобы поехать, там, туда-сюда, там, да, да ему, по большому счету, мужчинам по барабану, ну, да, им главное, чтобы вот, я просто проводил с одним человеком исследование, то есть когда по джинсу, да, я был удивлен. А что мы сделали? Мы спросили 20 человек в магазине, да, они все такие, там, чтобы карманы были удобные, все на попу смотрят, друзья мои, на свою, понимаете? Вот, чтобы вам было понятно. И зачем надо знать целевую аудиторию? Потому что именно по целевую аудиторию вы делаете свой продающий ролик. Если вы не знаете, например, чтобы вам было совсем-совсем понятно, например, мы приезжаем в деревню Глушковичи, Лельщицкого района Гомельской области, продавать туда сыр дорблю с плесенью. Мы не знаем целевую аудиторию, но мы знаем, что там вельми смачный сыр, очень смачный сыр, да. И приехали, не зная целевую аудиторию, там, где небольшая пенсия, продавать этот смачный сыр. А еще мы дали скидку в 10 процентов. Не покупают, в 20 процентов не покупают, в 50 не покупают, да. Всем все тоже не покупают. Потом приходит мама и говорит, сыночек, он же у тебя заплесневел уже, все, выкидай его. Потому что мы не попали в целевую аудиторию, от слова ни разу, да. Ну, такой банальный пример, это просто с головы. Но это работает. То же самое с вашими видео. Когда вы снимаете видео и говорите, там, мамочке, не знаю, о том, что вы научите ее, там, быстро засыпать, но это не боль ее, да. Ей надо, по большому счету, там, как выбрать, там, не знаю, там, чтобы ребенок мог больше спать и, там, отдыхать, там, да, там, какие-нибудь хорошие памперсы, хорошую кроватку нехрипущую, там, да, в этом формате. Она там быстро засыпает. Мы, не зная целевой аудитории, начинаем им предлагать и додумывать. Знаете, почему? Почему, Катя, мы предлагаем додумывать? Скажи. Додумывать проще, чем провести анализ, сказать статистику. Правильно, потому что додумать гораздо проще, чем пойти спросить. Спросить же мы стесняемся. Спросить же надо прийти. И мы опять додумываем. Вот почему я и учу себя, своих друзей, окружения, близких говорить с людьми на улице. Что я не боюсь, я уже знаю, что мне за это ничего не будет. Понимаете? И это, когда у людей спрашивают, они чувствуют себя хорошо. Это спрашивает их мнение. Я скажу, слушайте, а почему вы покупаете вот эту кофточку, а не эту? Мне просто интересно. Да? И я думаю, что там она, там, по фасону подошла, она, там, по этому, или, там, модный бренд. Она говорит, а я буду сниматься в видео, и у меня белый фон, надо красная кофточка. Да? Я бы никогда не узнал. Да? Но я, я бы, додумал бы все, кроме этого. И очень часто вы, мои дорогие авторы, да, додумываете за своих клиентов, за своих зрителей, за своих подписчиков. Понятно? Например, давайте еще. Например, чтобы вам было еще понятно. Да, с тренерами веселее. Дизайнер интерьера. Что снимает дизайнер интерьера в своем ролике? Ну, допустим. Ну, могу предположить, что он снимает и рассказывает, какой он крутой. Хорошо. Допустим, он снимает интерьер. На что он делает акцент? Ну, даже не знаю. На все вместе. Например? Как в целом выглядит. На мебель. Ну, вот он делает, да? На покрытие там. На цвета. На, смотрите, какая хорошая там у нас вот обшивка дивана. Или какая хорошая кожа, да? А что нужно клиенту? Давайте мы посмотрим. Мы уже говорили об этом. Ну, клиенту важно понравилось для людям. Нет. Ему все равно, что понравилось людям не понравилось. Клиенту, что вот вам, как человеку, вот представьте, вы мамочка, которая выбирает себе комнату, что первично. И мы начинаем додумывать. Мы говорим, понравилось, не понравилось. Правильно? Мы начинаем там что-то додумывать, там интерьер, там, то, там, то. Нет. Есть слово, называется базовая компания. Человеческая ценность человеческая. Мамочке, молодой мамочке, важно безопасность. Это самый важный критерий. Причем и мужчине важно безопасность. Например, если вы спите, у вас кровать, и над кроватью или около висит огромная картина. Будете ли вы нормально спать? Наверное, нет. Потому что у вас в голове будет, а если она упадет, она меня как гробом накроет, и все, у меня будет пипец. Правильно? Ну, чтобы было, ну, это вот базовая ценность, да? Эргономика. Насколько я буду ночью идти и не спотыкнусь, не упаду. Правильно? А мы же об этом даже не думали. Мы когда, то есть, и дизайнеры, которые снимают видеоролики свои продающие, они там, хотят продавать свои, они показывают не то, что людям надо. Понимаете? Они не показывают базовые ценности, там, да? Безопасность, экономия, да? Чтоб было в этом формате, там, да? Чтоб можно было… Ну, зачем мамочке? Куда смотрит мамочка? Или как потом мамочка будет в формате идти? Если вы выбрали кровать с острыми углами, а у нее двухлетний малыш, эта мамочка уже через 2 недели будет делать ремонт опять. Будет менять эти углы острые, но округлые. Банально, да? Безопасность. То же самое мужчина, когда делает свое, допустим, жилье, он пытается уже на генном уровне сделать его безопасным, да? Чтобы дом, самое главное, да? Не уют ни фига, вот ни разу, да? Самое… Я хочу, чтобы мой дом был уютный. Нет. Безопасный. Самое главное, да? А потом эргономичный. Почему? Потому что, когда вы начинаете, там, грубо говоря, у вас там все в окнах, и вам надо все светло, там, пятая… Но вы хотите, там, допустим, меньше платить за эту энергию, там, за отопление, то вам необходимо уже, чтобы была, ну, какая-то… Кормос, наверное, чтобы он был, да? Экономия, чтобы была. И вот уже, то есть, ожидаемая и действительность. Вот это вот вся… Вот сам по себе вы свои видеоролики должны попадать, чтобы они попадали прямо в самого зрителя, в его желание, в его хотелки, да? Потому что, когда вы думаете одно, у зрителя в голове другое, да? Вот и получается третье, ни о чем. Многие из вас, когда пришли сейчас по названию этого ролика, вы думали, что я буду вам рассказывать о том, как делать продающее видео. Потому что вы додумали за меня, вы думали, что я сейчас буду вам рассказывать о том, как впаривать клиентам видеоролики. Нам это не надо. А по большому счету я ставлю вам дополнительный, да? Еще один фактор. Я говорю, как продать видео своему зрителю. Потому что в купле-продаже не всегда один знак. Вот это базис, чтобы вы понимали. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...